Ну и задумались сейчас Умри с улыбкой, задумались они своим третьим пиком, не знают ребята, кого же сейчас себе забирать, кого же сейчас пикать, уже думают очень-очень много времени, и это Лина для ребят из команды Умри с улыбкой. Лина залетала в пике последний раз в компетенции в доте примерно тогда же, когда и визаж, то есть очень-очень давно не видел я Лину, наверное, уже месяца 3-4, и неужели это Лина, которая пойдет на центральный коридор, или же будет этот саппорт Лины вместе с визажом? То есть действительно, у вариантов сейчас Умри с улыбкой поставить, как они могут свои линии, очень большое количество, и Елу Субарин нужно все это дело прочитать, нужно все это под контроль, потому что Лина действительно очень интересный герой, и рейндж атаки у него сумасшедший, и со сплофа она наносит просто колоссальнейшее количество урона, но Лина очень тоненький персонаж, и если в нее вдруг как-то вкрызется тракса под амплифай демжем сладара, то нам нужно будет буквально дать этой подруге по 2-3 удара, и Лина тупо склеится, потому что 1000 хп, там 3 армора, это мало. Елу Субарин забирают себе на третий пик Бэйна, будет имених именно этот герой, сейвить Траксу, и в принципе сейвить он ее будет довольно-таки неплохо за счет своего слипа, то есть да, эта способность довольно-таки специфичная, но сегодня я уже видел Траксу с Бэйном, и в принципе получалось это довольно-таки неплохо, по-моему опять-таки это были Елу Субарин, честно говоря, я уже сегодня столько доты посмотрел, что я уже толком не помню кто что пикал, и если сейчас себе Елу Субарин заберут Мирану под это дело, все под слип, накидывают стрелу Мирану на саппорта, в принципе почему бы и нет, и сегодня это опять-таки было, и залетало это очень круто, то есть я хочу опять-таки увидеть Мирану, а вот Мрис улыбкой забирают себе Свена на четвертый пик, и пойдет у них именно этот герой формить, и действительно пик тут Свена очень даже крутой, и за счет своего варкрая Свен накидывает на всех своих тиммейтов лишние 20 армора, и это будет очень сильно мешать Сладару раскидывать свои Amplify Damage, ну то есть не то что мешать, Сладар будет раскидывать свои Amplify Damage, тут проблем нет, вот эти 20 армора лишние от Варкрая Свена, они полностью будут нивелировать минус армора от Amplify Damage, потому что тот снижает 10, 15, 20, соответственно с прокачкой этой способности, и действительно это очень-очень круто, то что Мрис с улыбкой вспомнил про такого немножко позабытого уже героя как Свен, и что он действительно залетел к ним в пик, но Елу Субарин, кого же они себе сейчас возьмут, нужно им либо забирать себе сейчас апорта, но по-хорошему нужно действительно забирать амита оставить на Last Peak, потому что от митера будет решаться очень много в этой игре, и в том числе то как поставить свои линии у Мрис улыбкой, потому что у них по-прежнему имеется возможность поставить Теймира в сложную и лину поставить в мид, я очень сильно хочу видеть Мидовую лину, но я прекрасно понимаю то что Лина не такая уже сильная в мите какой она была раньше, потому что вот эти вот рейндропы, которые сейчас покупают практически на всех героев, и на саппортов, и на керри, и на митера, и на флейдера, не важно на кого, это слишком круто, артефакты очень сильно это мешает ли не играть потому что должен он практически половину дэмиджа с ее нюков и это не круто ну конечно же не говорю про вагуну потому что дэмж просто-напросто волосами то на первом уровне 450 урона конечно столько там 225 естественно не задолжить ну yellow submarine забирают себе инвокер будет ггл она играть именно на этом персонаже в миде но действительно интересно действительно очень любопытные пике и очень и очень много будет зависеть от реализации этих персонажей потому что умри с улыбкой судя по всему это домашняя заготовка визаж ли на я не удивлюсь действительно если ли на будет саппортить но с другой стороны против инвокера в миде стоит эта подруга тоже нам достаточно неплохо стоит на просто на макс рндж с память своими способностей инвокер и абсолютно ничего сделать не может и пока что даже толком к инвокеру приходить и на самом деле некому то есть бэн будет стоять как приклеенный строго рейнджер будет на его всячески оберегать на линии и действительно пока что я усмотрен я такого прям жесткого гангера то есть по прежнему есть и реки баунти хантер и your spirit и все кто угодно кто может приходить мид ну с исключением наверное шаду демона кстати говоря до сих пор имеется в пуле пункта а что если прямо сейчас возьму себе yellow submarine на ласпиком возьмут пункту и под кораблем а действительно умри с улыбкой не будут вписывать то количество дэмэджа которые могут и и это будет круто но мари с улыбкой подумали то что им ну точнее то что их оппоненту взлетает неплохо бич доктор в принципе да сказками это очень противный персонаж с его дэсвардом на пятки дэсвард это физический дэмэдж и свэн за счет своего варкрая с физой справляется достаточно неплохо на самом деле и елу сабмарин отправляют пятым баном пока и остается них всего лишь 25 секунд резервного времени кого же они сейчас возьмут как они поставят свои линии будет ну будет это у флэн стандарт будет это фармич тракса будет это медовый инвокер то есть тут все принципе понятно какой саппорт еще заедет вот этот большой вопрос это действительно мирана я очень сильно просил мирану действительно ребята радуют меня возможно я просто их читаю но в любом случае будет это бейн подма будет это такая очень древняя очень рабочая комбинация саппорта в принципе да это все дело можно контрить если рядом с героем на который вешивается слип есть еще один герой который этот слип просто берет на себя и стрела залетает в итоге в никуда но опять-таки это нужно реализовать и как показывает практика реализовать это далеко не всегда возможно и вот получалось у ребят съел усмарин находить момент и это ланая опять-таки для волоши будет она опять на ней отыгрывать ну действительно в принципе пику команды умри с улыбкой очень очень любопытно то есть это и ланая который будет миде который абсолютно никто мешать не будет там инвокер ей без двух фаржей толком рефракшн забивать никак не может и его лошадь а должен чувствовать будет на этой линии опять-таки очень очень здорово но обязательно будут к нему приходить и бейн с подмой и нужно будет полоше стоять наверное все таки как-то поаккуратнее возможно даже инвокеры выберет прокачку именно через квас в x не будет он брать себе экзорт в ближайшем времени потому что квас с инвокер действительно очень круто и он тимбером он будет выжигать и лана и свену и линия и визажу в принципе этих героев не такой большой монопул в начале игры то есть окей у визажа с лины более-менее с этим показателем все неплохо все таки это интеллектуальный герой у них с этим проблем особых таких не наблюдается а у ту свена и у тимбер слона и с этим огромные проблемы то есть если тимберси какие-то аркан бутсы еще в начале может купить то у остальных совсем с этим будет все плохо и емп может быть просто фатальным от инвокера потому что та же самая лагуна у лина который стоит 208 мана но это много все таки и у тимбер тоже касты далеко не мало стоит и визажа от села сам что он стоит 170 160 150 140 мана то есть тоже достаточно дорогие способности у этих героев и вот действительно я не удивлюсь если ланая и пойдет играть именно через квас векс инвокера но пока что дело смарин прижимают смог снимается пауза мирана сразу же бежит ставить об сервер вард ставит она его к себе в лес чтобы а кто кстати пойдет эти говоря у команды усу пойдет сложную почему тимбер будет стоять у них в легкой от трипла вместе с лины писажом и с веном пойдет сложно это действительно очень круто потому что ну пересла тут сложно это всегда круто потому что это экшен это драки в начале игры если только трипа сложно не как-то не доджится и действительно это очень любопытный мир она вторую стрелу засовывает между тир-1 тир-2 вышками в миде команды усу и будет она прекрасно видеть перемещение саппорта будет она прекрасно видеть курьера возможно курьер все-таки будет подрезан на этой карте кто его знает давайте пока что посмотрим кто на ком играет артас будет отыгрывать на дроу рейнджер мата будет собрать на своем бэнни вместе с миран и кана от от лейст-1-1 будет стоять в сложно своем садаре и какого пела на я конечно же на инвокере будет фармить миде опять-таки он берет векс на первом левле действительно будет кое-что с инвокером ну и за сторону дайера команда усу фредди будет запорта на визаже крэйзи байк будет терпеть сложные на тимберсо питон будет фармить в этот раз на свене а мейджор будет саппортить на линии и волоша будет стоять миде на своей привычной темплар ассасин и кстати вот такая вот любопытная статистика то что волоша сегодня отыграл всего лишь новых героев это шторм спирит и темплар ассасин и отыграл на всех этих персонажей действительно очень круто я мог пошутить то что волоша просто на других не умеет но действительно эти герои залетают очень просто круто и действительно волоша на них показывает очень качественную игру и пингуй сейчас визаж на то где может находиться мирана и как же жесткая команда еще друг другу подготовились и действительно он идет просто и напросто ее чекать мирана тут застряла у миран пока что ничего на первом левле нет поэтому можно вкачать лип тот вкачивает грейвчилл и миран просто просто либо отсюда уходит инвокер начинает потихоньку выжигать лана и в миде ману действительно улана и с этим показателем определенные проблемы имеются монополу не такой большой и остается нем она всего лишь пока что один рефракшен в принципе пока будет этот рефракшен действовать пока там еще пройдет где-то полминуты и появится у него надо на следующий то есть в принципе особо ничего страшного не случится и на топе у команды ел субмарин стоит такая дабла в тракса вместе с бэйном стоят они против тимбера ну и должны себя чувствовать на этой линии все-таки достаточно неплохо вот сейчас вот к тимберу потягивается визаж но опять-таки визаж не особо ничем ему помочь не сможет и как только на то перетянется мирана визаж то может на самом деле отъехать потому что пока у него нету его пассивки герои то очень очень тоники то есть у него одно из самых маленьких сопротивлений к магии на первом уровне ставим без каких-либо модификаторов скажем так составляет у него magic резис всего лишь 10 процентов фикс ли этого персонажа довольно таки давно уже я думаю то что много то про эту особенность позабыл потому что ну действительно давно это было и визажа просто-напросто давно не было по моему вообще таких героев с маленьким magic резисом больше других нет поэтому если вдруг сюда подтянется мирана и бен действительно сможет спрятать этого визажа там залетит в него стрела и начнут ел субмарин навалились в ручке то визаж естественно склеится без каких-либо шансов на выживание и у визажа это пассивка до 3 лвла появляться по идее не должна на боте была попытка забрать сладара через два стана но опять-таки она не увенчалась у свеком слишком жирный персонаж 5 армора 660 здоровья пробивать такое чудовище морское действительно довольно сложно с кража сладар залетает просто чтобы бетон не добил крепочка насколько же жесткий это сладар ладно ну и на топе продолжают стоять дабл линии тракса в принципе себя чувствует довольно неплохо первый крестат на карте второе место занимает каковы пола на на своем инвокере опять-таки квасов x инвокер под траксу действительно как мы видим получается у у ребят из команды ела субмарин играть этим всем довольно таки неплохо валоша стоит в миде абсолютно без здоровья без мана вот только сейчас ему в курьере летел боттл точнее ехал но боттл как-то не доехал в итоге мирана очень вовремя вышла мелочи тут обсервы варты и миран тут просто с ручкой начать на таки ведь бога была она есть вот на потом в окрае какой у пола на забирает для себя ферсблат лин что подтягивается было сделано сейф тп но опять-таки поздновато в итоге и тп на тп лину развели и курьера потрясали и мид на лана и фраг в миде на лана и сделали действительно очень и очень круто сейчас ребят из команды ела субмарин отыгрывают есть имп опять-таки от инвокера как же пола на и не любит ланаю но емп немножко не тайминговая в итоге лана и остается с полной маной инвокер же себе ману никак не абсолютно не восполнил с ману него огромная проблема и нужно наверное себе сейчас курьером вести пару кларитосов на топе нападение было на тимбера тимбер очень сильно просел тут развороте тракса начинает накидывать своими леденлящими стрелами по фредди и фредди тут действительно больнофредди фредди 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 по вилкам он свою встречает его мата иiembre сердце очень а под stays будет наваливать также по фрилиф發現 этот от даёт фраг но размен произошел тимбер ответный прок забирает в принципе тимберу действительно приятно получается он за stopping на целых триста голды и это не очень круто в виде тимер со но ничего страшного в принципе тракса, то, что сделала фраг, то, что визаж отдал фраг траксе, это тоже не совсем хорошо для визажа. Ну и в миде Гавеланай действительно, нет, не привозит себе Кларити, привозит он себе трейндропы, которые дают пассивный ман реген 0.85 ман в секунду. В принципе, тоже вроде бы более-менее неплохо, но слишком долго ему придется регенить ман. В итоге потеряет он сейчас ту доминацию, которую набрал он относительно Волоши, но в принципе тот свой ботл пока что вести себе не торопится. Покупает он себе ботинок, да, ботла ему еще очень-очень много фармить и все у него неплохо. И на боте Сладар вместе Смирана продолжают фармить, Сладар есть 4.5 уровня у Мирана же, только сейчас появляется 4, Свен прожимает манго, есть у него хорошо Сладара и будет стрела, под мы залетает также Старшторм и Свену действительно очень больно прожимает он в арка и начинает он отсюда ретироваться. Есть фласочка от Лины и в итоге Свен начинает регениться, вроде как больше его пробивать не собирается, даже фласку, но никто не сбил, так что у Свена все нормально. Также он находится в топе по Крипсату, Крипсату у него примерно так же, как и у Траксы, так что действительно более-менее неплохо. Ну и КВП Ланай на своем инвокере действительно показывает то, что он может, то, что он умеет, перекрешивает он Ланай очень жестко, при том, что казалось бы, у Ланай есть замечательный рефракшн, который дает ей очень много демиджа и пробивать это рефракшн, к посове с инвокером, неприятно, но вот как мы видим у КВП Ланай с этим проблем особых не возникает и в итоге Ланай сама стоит абсолютно безмана. Лина подтягивается в мид, дает станчик по инвокеру, есть также Драгон Слэйв, но КВП Ланай тут с кваса естественно будет регенеть, тем более, что это квас в экс инвокера, квас у него имеется в 3, и хапориген довольно-таки неплохой. Ну, Лина ему с другой стороны заряды в рейндропах сбивает, и это не прикольно для инвокера. Тут Волошин разворочит так в наглую, начинает наваливать, и торнадо ЕМП этот инвокер взлетает абсолютно в никуда. В итоге у Ланай, опять-таки, у ГГВП Ланай, если быть точнее, мана остается очень мало, но в принципе у Ланай тоже монопул, и остатки маны не такие уж и большие. Так, на бой Слордар продолжает фармить, Крепсат у него 15 на 3, и это действительно очень мало, то есть, казалось бы, стоит он в сложной, стоит он в легкой, но такое ощущение, что как будто он стоит в сложной, потому что, ну, по Крепсату у него огромная проблема, то же самое с Вен, его оппонент по линии очень сильно выигрывает, Тимбер на топе, идет в наглубь, вот, вторым реактив-армором разменивается ПХП с Траксой, но в принципе Траксой его пока что пробивает, в Траксе 5,5 уровень, скоро будет 6, и скоро будет у нее замечательный ее ультимейт, Марк Смиршип, получено огромное количество агилити с него, и вот с этим самым ультимейтом Траксой действительно, Тимбер начнет пробивать даже с третьим реактив-армором, но и Тимбер тут действительно далековато заходит, но с другой стороны есть у него фласка, и есть у него два тангустика, так что он будет тут едаться, и обязательно 20 хп оригенов в секунду, конечно, это много. Ну и Волош на своей Ланай уходит, он просто-напросто сейчас фармить лес, понимает, он приказанно то, что Смита много вывести он не сможет, но игр его там слишком сильно напрягает, и как я выпала, она остается тут на полном фрифарме, имеются у него фейсбуцы, Глассов Хейст и 1000 голды на руках, скоро он уже сможет приобрести себе ту самую нитую руку Мидаса, и это действительно будет очень-очень для него приятно. Ну и на топе Тракса продолжает фармить, до 6 уровня остается ей уже нисколько экспириенса, получает на свою пассивку, приобретает она лишних 40 агилитей, и действительно, вот, Крэйзи Байку действительно неприятно, несмотря на то, что на нем 15 стаков фрекции фармора имелось, Маата выходит в спину, но слишком много этот Тимбр хп регенит, и Волош отлично перетягивается, в итоге Тимбр забирает фраг, действительно, отличная перетяжка от Волоши, очень вовремя, поучаствовал он в фраге, помог забрать этого наглого Бэйна, который все-таки далековато зашел, но с другой стороны, там Бэйн все-таки, наверное, и просто так бы умирал, без помощи Волоши, но с другой стороны, он получил немножко денег, получил немножко экспириенса, Волоши тоже приятно. Имеется у него ботинок, рентков Аквела, Боттл и Блайсон, он будет, скорее всего, выход дальше в Дезолятор, так же, как и в предыдущей карте, и, как мы видели, там Волоши на своей Ланай все-таки смог перевернуть ту игру и победить. Тимбр наглую идет на траксу, ну, конечно, 15 таков реактив-формор на нем имеется, Бэйн нет, решил не слипать, и в итоге Тимбр отсюда просто, Тимбр чейн уходит и продолжает регенит, хп реген у него просто-напросто зашкаливает, а Ланай вместо Сландарма находит Ланаю в лесу и отправит ее в фото верность в визажу, так же очень больно, прижимает он Сики на последнее здоровье, но Сландар с его скраша просто-напросто раздавил эту птицу, у которой, кстати говоря, хоть и появилась пассивка, но дает она не так много армора на первом уровне, и подэмплифаем все равно Сландару очень-очень больно. Мата выходит, очевидно, раз Тимбр в спину, слип будет ли кастовать, Тимбр уходит под вышку в елке и вроде как продолжение пока что никакого не следует, хотя 1-1 хочет очень сильно Тимбр все-таки забрать, инвокер же приобретает тем временем себе руку Мидаса. Действительно отличный тайминг, 8-ая минута в месяц с фуисбутцами и рейндропами нулем ну, действительно, инвокер очень богатый, можно открыть сейчас у Нетворса, мы видим то, что у инвокера Нетворса практически нет, даже больше, чем на 1000, больше, чем у Траксы так, Тимбр тут подставляется, очень мало сейчас на нем был стакк в реактиве фармора, есть украшен Сландар, Тимбр очень больно, Тракса начинает его навалить, но и вот сейчас 15 стаков на нем умеется, и в итоге минусал в исполнении команды Уссу, отлично передашка от Лины, и Тимбр тут по-прежнему живой, Мата пытается Тимбра забрать, все-таки есть брейнсап и Тимбр отправляется в Тайор, но это даблкил от Визажа, и один из фрагов собирает для себя Тимбр, то есть Тимбр, в принципе, даже немножко обогатился, а вот Визаж получил просто сумасшедшее количество денег, имеется уже 1000 голодных на руках, если он захочет себе купить медальку, то она у него уже практически готовая, в принципе. Ну и Лина очень вовремя получила на свой шестой уровень моментальное ТП на топ, как только началась агрессия в сторону Тимбр, и Лагуна с Раскастом действительно залетели, и залетели очень неприятно. Героям команды Елусу Марин, все-таки герои тут не такие толстые. Несмотря на то, что казалось бы Бэйн, довольно-таки плотный саппорт, 800 хп, 5 эрмора у него есть, Тракса, 820 здоровья, как мы видим магического дэмэджа, все-таки эти герои боятся, действительно, смоги в них заходят неплохо. В меде нападение на ГГВ, на Ланаю просто от ГГВ Ланая, и крашил удары вместе с Амплифай дэмэджем, в принципе, с ручки на эту самую дотыкали. Дэмэджа более чем достаточно сейчас. Почему я столь глупости говорю? Чувак, попробуй нон-стопом говорить, ну ладно, не совсем нон-стопом, но просто достаточно быстро и достаточно много говорить, за исключением моментов, когда между играми паузы, на протяжении 10 часов, и ты поймешь, почему я действительно местами оговариваюсь. Вот, просто попробуй, вот рекомендую, и после этого у тебя пропадут абсолютно все вопросы. Ну и на боте, тем временем Тракса забирает абсолютно спокойно, террадин выше команды Усу, Тимбр тут пришел, кинул, конечно, свой чакрам, но вышку это мягко говоря, никак не спасло. У Тимбра появляется рецепт на Солу Ринг, будет это выход, естественно, в Бладстоун, в абсолютно привычный артефакт для этого персонажа. Тут же 1-1 продолжает мансовать на своем слот Дарья, на спринте выбегает на Тимбра, есть по нему Усанец, но тут птичка Визажа, есть также Сеточка, Слардар Крашик дает абсолютно никуда, Лина сюда подтягивается, есть по нему Драгон Слейв, также залетает Сула Самшин, но Слардар тут выживает, рейндропы его спасают. Прижимается Монлайт Шадоус, ведется погоня, если какой-то Вижен, Вижен абсолютно никакого нет у команды Усу, и в итоге абсолютно спокойно отсюда Еллу Субмарин отходит. Видишь сейчас Лину, Лина очень сладкая булка, ее очень сильно хочется забрать, но Лина тут находится далековато все-таки. И зацепануть ее никак не получилось, хотя у Инвокера Торнат в принципе длинная, мат тут очень далеко зашел, есть по нему Сетка Судар, Лагуна и Драгон Слейв, в итоге Вейн просто абсолютно на ровном месте умирает. Действительно далековато зашел, хотел он очень сильно забрать эту Лину, но не стоит так играть, когда ты понимаешь, что ты идешь один против четырех героев на саппорте. ГКП Ланаю цепляют в миде, есть по нему замедление от Сати Трэпа, неплохой Торнат вместе с ЕМП, и просто-напросто уходит в Инвиз и цепануть его тут не получилось. Выжигает он абсолютно всю ману своему оппоненту, единственный герой, который не попал под Торнадо, Тимбер, только у него мана осталась, у всех остальных маны абсолютно больше никакой нет. Ну и Тракса продолжает фармить на топе, у Тракса имеется Пауэртрет, имеется у него Драгон Лэнс и Семьзлот Голды на руках, в принципе Тракса более-менее богатая, вторая срочка в Индворцу, ну могло быть конечно чуть побольше денег, но вообще в целом пойдет, действительно Тракса себя чувствует более-менее пока что неплохо на этой карте, но посмотрим как оно будет дальше, потому что магического дэмэдж у команды Усу очень много и это может быть проблемой для Траксы, потому что все-таки этот герой достаточно тоненький, запас здоровья у него маленький, и она не любит, когда в нее раскастовывается. Так, Волош тут находит Траксу, залетает за него Финс Грипп, также есть Амплифай дэмэдж у Сландара и Волошу тут нереально больно, Сландар походит, дает ему такую оплюху и в итоге забирает за него 270 голды, у Сландара уже имеется 1200 голды на руках и до покупки Балинка осталось практически 1000, и вот уже через пару минут появится, это самый Блингдаггер на Сландаре, будет он уже с него прыгать, куда только попало. Сландар бежит на спринте в Лину, есть по ней Амплифай дэмэдж, Лин тут на развороте еще Варпсер Варт ломает, залетает по ней Санниса и Тракса наваливает просто нереально больно, под Амплифай дэмэджем у Лины так, имеется три армора, под Амплифай дэмэджем у нее соответственно этот показатель становится минус 7 и действительно Тракса наваливает по ней очень и очень больно. На боте же Свен продолжает фармить, у Свена Огрклаб, 600 голды на руках, до покупки Сабли остается, казалось бы, совсем чуть-чуть и скоро у него появится действительно этот артефакт и вот с этой самой Сабельки Свен уже, с этой самой Сабелькой уже Свен станет более чем грозным персонажем на этой карте. Ну и в миде Волоша продолжает фармить по-прежнему, у него имеется портрет с Аквилом, Блайтстоун, Боттл и 750 голды на руках. Казалось бы, до дезолятора еще не так много, всего лишь два Мифрилхаймера и, то есть, 2600 голды с учетом его денег, но многовато все-таки будет и Волоша толком фармить пока что Йеллоу Сабмарин на этой карте не дают. Имеется у него 4 смерти и всего лишь 1 ассист. То есть у Волоши игра пока что не задалась, но может быть сможет как-то ворваться обратно в эту игру, то есть всякое бывает. На одной из карт предыдущих он смог это сделать. Тинвокер залетает, торнадок есть вместе с ЕМП, Волоша остается абсолютно без маны, Тимбер ЕМП задоджил, но Вышка все равно, если один команду Уса в миде падает, забирает ее для себя и Дроу Рейнджер, и у Траксы летит что-то в Курире, и даже на этом полететь Яша. Нет, это Доминатор. Решил Артас чуть более сейвово сыграть, приобрести себе Доминатор, там и Рошана с ним забирать попроще. И Лайсил просто-напросто в драке не будет, когда у тебя настолько сумасшедший урон. И ГВП Ланай на боте, забирает руну ускорения, Лина видит ее сейчас прекрасно, Лина раскастовывается в Бэйна, хватит ли дэмэджа, залетает в Лину Торнадо, Бэйн в итоге отбивается с Брэйнсап, если есть по ней также ЕМП, и Лина прижимает Сики, Лина на 80 хп по-прежнему живая, Лина на развороте Драгон Слэйв, Бэйн по-прежнему, вот кстати говоря тут живой, насколько же много сейчас Бэйна залетело, Свен прыгает, есть танчик по Ланай, но Лана отсюда уходит, на своем инвокере, и Свен также отсюда начинает отступать, но в итоге обе команды огрызнулись, вроде бы пытались кого-то забрать, но ни у кого это так толком сделать и не получилось, и Тракса очень сильно хочет сейчас зафармить, это даблстак, наверное что в команде Усу не хочет отдавать его, во-первых Свену, во-вторых она сама не против, немножко тут заглотиться, но проблема в том, что Усу за это все дело драться готовы, и у них сейчас позиционка будет получше, потому что если бы Йелосу и Марин стояли тут и фармили эти стаки, то стояли бы они на лоу-граунде, а Усу просто-напросто на них с хай-граунда бы напали, и проблемы были бы огромные у той же самой Траксы. Ну и ставится у нас пауза, какие-то проблемы у Артаса, какие-то проблемы у команды Йелосу и Марин, но пишут, что сейчас в принципе готовы, и кстати говоря, у Мираны уже имеется на руках Point Booster, Огроклап и Staff of Wizardry, до покупки Аганима на саппорт Миране остается всего лишь 450 колды, и Мирана действительно получается пока что очень-очень богатая на этой карте, но и это действительно очень даже здорово для команды Йелосу и Марин, то есть появится у нее довольно-таки ранний Аганим, иногда на медовых Миранах Аганим появляется, поище, и я даже говорю не про свои паблики, я говорю не про компетив Доту, и тут Смок от команды Усу, Смок ревилища с ГГВ поланайс, падает он с Тимбер, а Тимбер может сейчас в инвокера просто-напросто въехать с Тимберчейна, но решил он как-то этого не делать, хотя странно, там вроде и Свен был недалеко от Норнадо, от инвокера не попадает абсолютно ни по кому, ЕМБ все-таки Свена задевает, выжигает она ему остатки маны, и Свен без маны все-таки далеко не такой боевой персонаж, даже на ГДС ему маны не хватает, и это действительно печальненько. Ну и команда Йелосу и Марин собрались пятером в миде, хотят они очень сильно с Траксой попушить, хотят они спушить вот эту вот терновавышку, но большая проблема сейчас в том, что Усу в принципе готовы за это все дело драться, вот тут стакен, что все-таки Йелосу и Марин забирают, Лина тут раскастовывает, начинает свои Дрэгон Слэйвы, говорит она мать, то чтобы она отсюда уходила, и в принципе он отсюда без особо проблем для себя уходит, отправляются же команда Йелосу и Марин на Рошана, Глоная вешает на него свой арчи, также залетает в него Amplify Damage, ну и урона в принципе команды Йелосу и Марин под Amplify, под Траксой действительно очень-очень много сейчас по Рошану, торнат с ЕМП от инвокера залетает по Тимбру, но ЕМП окей не попадает, Лина продолжает раскастовываться, Глоная очень больно, поцелил его Бен своим Слипом, Рошан падает, Тройега забирает Тракса, Волоша прыгает сюда, ловит стрелу от Патмы, нужно сейчас фокусить Волошу, залетает ему пока что брейнзад, сейчас начинает его бить Тракса, Волоша успевает проживать свой рефракшн, остался еще там один заряд, и Волоша по-прежнему живет, Лагуна была от Лины, расхасованного в сторону Слэлдар, по-прежнему живой, Траксе тут больно, пилит ее Тимбр со своего Чакрама, ЕМП неплохой в принципе от инвокера, Лина остается абсолютно без маны, Стрела от Патмы залетает, опять-таки в Волошу, Лина по-прежнему живет и уходит, она прошпит очень классно на 30 хп, Слэлдар только пока что погиб, есть Арчит вместе с Кулснапом по Тимбру, Тимбр тут отправляется в таверну, ее Волонай очень больно, пытается он отсюда убежать, в принципе у него это получается, Тракса уже тут подставляется, Стрела от Патмы очередная, и подлетает Волошу, Волоша просто в этой траке слабил сейчас 3 стрелы, и Фредди отсюда также никуда не уходит, нет у него маны на Сулан Сапшн, в итоге Траксу забрать он так и не смог, и Елус и Марин подрались сейчас, действительно очень-очень неплохо, потеряли они всего лишь своего оффлейнера вместе с саппортом, забрали же они троих вражеских героев, это Тимбра и Траксу, тьфу, не Траксу, естественно, это Темплар Ассасин, ту самую, Ланайо, и действительно это очень круто, ну и самое качественное то, что у них Тракса вместе с Инвокером выживают, и при всех этих фрагах они участвовали, у Инвокера нарисовалась абсолютно из ниоткуда, две с половиной тысячи колды на руках, у Тракса нарисовалась абсолютно такая же цифра, и будет это покупка какого-то Аганима уже в ближайшее время на Инвокере или Блиндайгера, не знаю, что себе, какая полная она выберет, но в принципе и тот, и другой артефакт залетает на этом персонаже очень круто, и у Тракса также в ближайшем времени может появиться либо Аганим, либо какая-то Яша с Грэдом Монтастайл, не знаю, что захочет себе Артас покупать, потому что Билдодеры каждый раз на этих персонажей разные, но в принципе залетает это все достаточно неплохо. Ну и у Траксы после всей этой траки появляется одиннадцатый уровень, несучат, естественно, свою ультимативную способность, маркетманшип на двоечку, и действительно, теперь у нее дэмажа становится чуть побольше, то есть лишняя двадцатка Агилити, ну, скажем так, лишней не будет. Ну и Волоша по-прежнему своей Ланай очень сильно хочет выформить себе Дезолятор, я так думаю, имеется у него 1600 голды на руках, или все-таки не будет Дезолятор, или все-таки будет это Блинк Даггер первым артефактом, ну, посмотрим. Нет, покупает он все-таки Мирфилл Хаммер, будет это все-таки Изолятор, довольно-таки поздний, потому что у Волоши, мягко говоря, эта игра не зашла, как минимум, потому что он сейчас в Драке словил тупо четыре стрелы, нет, три обмана, только три стрелы он словил, хотя, может и четыре, может и четвертую, я просто не заметил. Ну и Усу заходит на тир-один вышку на боте, команда Йелла Субмарин, прижимается, ждут Майн Лайт Шаду, Сладар бежит, имеется у него Блинк Даггер, есть Амплифай дамаж по Волоши, Тракса начинает настроить Липпас Вену, вышку тот все-таки забирая, Сладар прыгает на Свена, есть по нему Амплифай также, и Тракса начинает настроить Липпас Вену, действительно больно. Тем временем, Тимбер вместе с Линой отправились в Таверну, Свен также склеился, Тракса, Тракси, фу, не Тракса, почему я Ланай все время хочу назвать Траксу, неважно, Тракса убивает тут визажа, Ланай также склеилась, и в итоге это минус пять, в исполнении команды Йелл Субмарин забирают они огромнейшее количество сейчас денег, экспириенс, получили 2200 голды, голды 4600 экспириенса, и действительно для них это очень и очень круто. Ну и Артас на своей Траксе приобрел себе Яшу, имеются у него очередные 1800 голды на руках, и следующий артефакт у него также достаточно скоро появится, Слардар же в миде продолжает фармить, имеется у него 1200 голды на руках, я думаю, что следующим артефактом будет он себе приобретать какой-то Форстаф или Юл, то есть выходить именно в такие полусэвящие, полусаппортские артефакты, в принципе, почему бы и нет, работает неплохо, а ГГБ Ланайя на своем инвокере решил обмануть всех и покупает себе запчасти на Керасу, в принципе, у него имеются уже деньги и на Гиперстоун, и там до покупки рецепта остается всего лишь 1000 голды, даже меньше, по-моему, 700 голды ему остается до рецепта, если я все правильно посчитал, и поярли у Керасы уже в ближайшие, наверное, минуты-полторы-две, и вот с этой Керасой и инвокере и Йелу Субмарин действительно могут тупо пойти и попробовать сломать хайграун своему оппоненту, но для начала, конечно, стоит забрать тердовышки, потому что они по-прежнему стоят, они, в принципе, практически фуловые все, и это не круто, Мата выходит в миде на Лину, слишком далеко находятся его тиммейты, и нужно отсюда отступать, потому что сюда уже потягивается волошь, хотя Ладар прыгает, краша не попадает, и вот теперь точно нужно отходить. Ну и Свен продолжает фармить на боте, имеется у него 1900 голды на руках, я так полагаю, потому что Капитан хочет себе купить Блинк Дайгер, в принципе, артефакт он тебе скоро сможет позволить уже, осталось ему буквально 300-ки голды, действительно, не так много, сейчас вот лес вражеский поформит, и купит он себе Блинк Дайгер, уже начнет нормально обрываться со станчика, с ГДС, с Блинк Дайгера, и рубить вражеских героев под своих ассаблей, и в принципе, действительно, своим даже таким набором артефактов уже довольно-таки грозный персонаж, ну а Еллу сабмарин забирают для себя пока что потихоньку первую тир-два вышку, забирают у нее на топе, вышка падает без каких-либо усилий, потому что команда УСУ дефть ее тупо не собиралась, Визаж формил в миде, у Визажа имеется действительно медалька, рейндроп и тысячи голодов на руках, девятый уровень, конечно, хотелось бы им иметь одиннадцатый, чтобы взять своих фамильярчиков в двоечку, потому что они там на самом деле очень сильно усиливаются, ну а Еллу сабмарин начинают заходить на хайграунд команде УСУ, Тимбер тут откидывается своим чакрамом, в принципе, пачка крипов действительно падает очень быстро, но треть вышки уже отлетела, в принципе, Еллу сабмарин также могут заходить дальше, со следующей пачкой крипов, вся иллюзия пошла, вышка продолжает падать, действительно, вроде, там, иллюзия по 8 хп откусывает, но все равно неприятно, рано или поздно так вышка упадет, манта у Тракса будет еще через 25 секунд, и действительно, потихоньку, хайграунд, но падает, взлетает торнадо с ЕМП по Ланай, Ланай остается абсолютно без ман, но есть у нее боттл, поэтому будет она, естественно, отбиваться, первая птичка подфитила, птичка досталась Траксе вместе с вышкой, Тракса очередной раз обогащается, имеются у нее очередные 1700 голды на руках, и ЕЛУ Субмари так подумали, что-то на хайграунде сложно пошло, давайте, ребята, забирать Тир-2 вышку на миде, ну и действительно, вышка тут падает намного как-то быстрее, чем Тир-3, наверное, это связано с тем, что она тупо послабее, но армора вроде столько же, хп вроде как поменьше, 1600, нет, столько же, тогда странно, ну ладно, бывает, и у саппорт Мираны, у команды ЕЛУ Субмарин появляется уже Аганим, имеется у нее также Блинк Даггер, и действительно, Патма это выглядит очень и очень сейчас грозно, то есть и фармит она быстро, и в драке много демча наносит, и за счет Блинка ее цепануть тупо очень сложно, то есть и по Блинке и по Лайт Шадоуз много нужно будет тратить способностей, чтобы забрать эту Патму, а напомню то, что это саппорт Патма, и много в нее все-таки тратится, да и не хочется, так, тут ГГП Ланай видит сейчас Свена вместе с Тимбером, мог он попробовать на них напасть, но он прекрасно понимает, потому что он тут один, а противников тут будет многовато, прижимается Монлайт Шадоуз, нападает он на Ланайо, Ланайо же только что приехал ее в Дезолятор, есть Арчит по Ланайо, Ланайо начинает очень сильно проседать, но Арчит был кососован поздновато, в итоге Ланайо тут выживает, прижимает на рефлекшн и убегает отсюда на 150 хп. Птичек сейчас должны разбирать Еллу Субарин, первая птичка пошла, во второй птичке также два удара пока что залетело, третий будет ли, Атмиран на третий удар залетает и птичка все-таки подфидела, действительно визаж ну не круто фидеть своим птичками, тем более что у него кулдаун на ультимейте и следующие птички будут только через пол-три минуты и это уже совсем не круто, ну и Еллу Субмарин продолжают заходить по топу, начинают они бить по аранжевому бараку абсолютно спокойно, вот если бы они играли также во второй карте, то они по идее должны были бы выигрывать, так, торнад, двойка разлетает, ЕМП тоже такое, скорее чисто, чтобы отогнать кого-то от вышки, от бараков, Лина же там склеилась, ее тракса буквально с пару ударов все разобрала, Свен ловит себя в коллснапы, очень сильно он замедлит, по двумя санитами он находится, также с фингрипом Бэйн, Свен байбекается, Тимбер же погибает, у него байбека не имеется, Волоша также склеилась, байбека у него также нет, Свен прожимает ГДС, Блингдаггер сейчас будет врываться, прыгает, есть штамп-камера по ГГБ Ланая, но тут на развороте по нему начинает наваливать фракса, вместе с Мираном, вместе с Мокером, и Свен также склеится, и Усу проигрывает третью карту, и отправляются в сетку лозеров, а вот Елусу и Марин на ней выигрывают, и проходят дальше в полуфинал, где они будут заиграть завтра против победителя пары H-Lithium, я полагаю, именно так считается эта команда, против Анима 0-1, так что заходить на нашу трансляцию, завтра будет тоже довольно-таки весело, ну а для вас сегодня комментировал я, Вячеслав Бермонс-Артестов, несмотря на то, что я действительно очень сильно устал, 10 часов 20 минут продлился этот стрим, действительно очень и очень долго, всем спасибо, кто смотрел, я в чатике обязательно кину ссылку на свой паблик, если вам вдруг понравилось, как я плавно комментирую, можете подписаться, мне будет действительно приятно, ну а на данный момент последняя рекламная пауза, и собственно на сегодня всем, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok